У меня в голове это не укладывается. Ну как так? Ну вот народ просто, он просто, это даже не шок на самом деле. Масштабы воровства в российской армии, а также в среде зет-блогеров и волонтеров достигли уже таких значений, что о них заговорили даже пропагандисты на канале Соловьев Live. Известная ведущая Юлия Витязева прямо в эфире совершенно открыто признала, что российскую армию разворовали настолько, что в ней не хватает даже элементарных салфеток. А всевозможные зет-блогеры и волонтеры, пользуясь этой ситуацией, объявляют в своих телеграм-каналах сборы денег, но при этом деньги, которые они собирают, они тратят не на российских военных, а на себя. Вот расстроена как никогда, и не новостями из фронта, слава богу, а нашими тыловыми новостями. Суть истории в следующем. Известный российский зет-канал «Два майора» объявил сбор средств на автомобиль для волонтерских нужд, якобы для того, чтобы возить на фронт гуманитарку. Но вместо того, чтобы купить подержанную скромную машину, как в таких случаях и делают настоящие волонтеры, купили новую дорогую тачку из салона за 4 миллиона рублей. То есть, примерно за 45 тысяч долларов. Неплохо живут зет-волонтеры. Представляю, что у нас бы началось, если бы наши волонтеры собирали деньги на такие тачки для фронта. В общем, от такой наглости опешили даже другие зет-блогеры, которые стали возмущаться. Начался скандал, который докатился до канала Соловьев Live, и даже там впечатлились масштабами нахальства этих аферистов. Одна из волонтерских групп собрала 4 миллиона рублей на покупку пикапа. Мне ребят на фронт о себе, чтобы возить гуманитарку. Это плевок. Это честно. Она говорит об этом с таким видом, как будто российские шовинисты, в принципе, когда-то вели себя иначе. Но ведь все эти зет-блогеры для того и ведут свои телеграм-каналы, чтобы зарабатывать на войне. Они все на словах поддерживают войну, но при этом никто из них на эту войну сам не идет. То есть она для них всего лишь бизнес. Они бесконечно в своих каналах нагнетают, призывают к насилию, чтобы возбуждать эмоции, постят какие-то видеонасилия, чтобы набить себе побольше подписчиков, набрать побольше аудиторию привлечь, а затем ее же развести на бабло. Ну у меня в голове это не укладывается. На буханке, ну вот не могут они ездить. Ну как так? Ну вот народ просто, он просто, это даже не шок на самом деле. Ишь, что захотела? Чтоб зет-блогеры на буханках ездили. Ага, сейчас. Не для того они свои каналы ведут, чтобы на каких-то развалюхах кататься. Война для них это бизнес. Когда я вижу, что покупают пикап за 4 миллиона по цене компьютерного томографа, у меня тоже, извините, возникают и вопросы, и справедливое возмущение. Ну сравнила. Пикап это же для себя, а томограф для каких-то там жителей Донбасса. Да все эти зет-блогеры даже и не скрывают, что они жители Донбасса откровенно презирают. Они прямым текстом это пишут. Чего это они вдруг будут для них какие-то томографы покупать? Потому что на эти 4 миллиона, извините, в среднем, если буханка стоит 200 тысяч, посчитайте, сколько буханок для фронта, для медбатов, сколько это получается вот этих вот самых буханок. В общем, вместо того, чтобы купить 15 УАЗиков буханок для своих военных, российские Z-патриоты купили один новый крутой пикап для себя. Это на самом деле все, что нужно знать о российских Z-патриотах. То, что их военных там до госпиталя потом не довезут, это для них фигня. Вообще пустяк, бабы еще нарожают. Главное, они купили крутой пикап себе. Пока горячее время и можно быстро денег насобирать. Впрочем, дальше там еще смешнее. Потому что, по факту, Витязева, когда жаловалась на отсутствие этих буханок, по сути признала, что в российской армии, вот этой хваленой второй армии мира, все эти буханки уазики разворовали. То есть, в российской армии никаких уазиков нет, поэтому вся надежда на волонтеров, что они купят эти буханки. А волонтеры тоже все разворовали, вместо того, чтобы покупать буханки, купили крутой пикап для себя. Такой вот круговорот воровства русского мира. Впрочем, что там буханки, там дальше Витязева признала, что в российской армии вообще элементарных салфеток нет. Что уж там про уазики говорить. Ребят, ну четыре тысячи за пикап, чтобы ввозить туда гуманитарку. Там бинтов не хватает. Там вот эти вот стерильные салфеточки по пять штук. Это счастье. Упаковка влажных салфеток, которые, извините, протереть лицо и все интимные места, чтобы хоть какое-то ощущение чистоты было. Бутылка воды полулитровая на вес золота. Ну, просто нефтегазовая сверхдержава, которая зарабатывает триллионы на экспорте нефти и газа, не смогла найти деньги на салфетки для своих военных. Бывает. Но, если серьезно, вся вот эта ситуация наглядно нам показывает, почему им нужна война. Почему нужна война российскому правительству и всей вот этой шушере, всяким зэдблогерам, так называемым зэдактивистам, которые крутятся вокруг вот этих околокремлевских всяких деятелей. То есть, российское правительство крадет, по сути, обкрадывает свою армию, зарабатывает на войне, выделяет триллионы, их же разворовывает. А вот эти все зэдблогеры, по сути, крадут деньги, мутят деньги у своих недалеких подписчиков. У которых они объявляют всякие сборы, типа на волонтерку, а сами себе покупают такие крутые тачки, особо даже, по-моему, не скрываясь и не парясь. То есть, они реально все заинтересованы, чтобы война не кончалась, потому что пока война идет, они получают все эти плюшки. И очень важно, чтобы российское общество это понимало. Почему они заинтересованы в войне и почему им выгодно, чтобы эта война вообще никогда не заканчивалась. Поделитесь этой информацией, она крайне важна. Оставьте комментарий или лайк к этому видео, так оно получит больше охват. И обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!